Приветствую. У вас, смотрите, ключевой момент заключается в вашей ситуации. Заключается в том, что, как мне кажется, и это такая некоторая системная характеристика, вы больше пытаетесь понять мужчину, но не себя и не свою реакцию в ситуации, в которой вы оказались. Чем это чревато? Это чревато тем, что другого человека вы ставите выше себя. Это чревато тем, что другого человека вы пытаетесь понять, а себя не понимаете. Вам не нужно спрашивать, зачем вы ему, вам не нужно спрашивать такие вопросы. Он Discoverит себя, чего хотите вы и насколько вы, как вы вообще к себе относитесь. Мне показалось, что вы себя недооценили, il me показалось, что вы себя обесцениваете. Мне показалось, что вы считаете себя недостойной этого мужчины только потому что он вот такой. Эм... как бы... И тогда уже нужно работать с вашей киноценкой и с вопросом того, приемлемо для вас то, что происходит или нет. Для кого-то это приемлемо, для кого-то нет, кому-то подобное нравится, кому-то нет. И всё, по сути, это то, с чем реально можно работать. Тот же о жим, который вы говорите, зачем вы ему и описываете его какую-то жизнь. Ну, и тут можно строить только предположения. Мы психологи Динара, мы не занимаемся предположениями, мы занимаемся непосредственно тем, что помогаем людям разобраться в себе, если они того хотят. Поэтому я в своей позиции вижу здесь следующее. Заниженную самоценку, не верну себе. Страх, может быть, отказа, страх того, что вас бросит, может быть, проблемы с личными границами. Вот, ну, наверное, и всё, наверное, и всё. Повторюсь, вы себя, на мой взгляд, недостаточно хорошо знаете. Вам бы, вам бы в себе прогрессов, в себе бы подмечать какие-то вещи. Вот тогда будет всё хорошо, да, и всё в мышлении само собой наладится, потому что вы будете чётко знать для себя, нужно вам это или нет, хочется вам этого или нет. Вот примерно такой ответ. Да, важный ещё один, важный нюанс, на который хочу обратить ваше внимание. Его суть в том, что вот вы пишете про то, что ходили на свидание с мужчиной, с которым раньше общались только приписки, и вот на что хочу обратить здесь ваше внимание. Что у вас в мышлении общего? То есть, ну, вот кроме того, что вы написали на приписке, да, и кроме того, что, ну, наверное, он вам нравится внешне, да, и его образ, ну, привлекает вас. Вот, вот, помимо этого, что ещё, что ещё вам нравится, помимо этого, что ещё, что вас объединяет в общем. Мне кажется, что этому вы довольно мало выделяете на значение. Следующее, последнее, на что хочу обратить ваше внимание, это момент того, что вы как будто бы здесь создаёте свою, демонстрируете. демонстрируете свою условность принятия, т.е. вы ему нужны для чего-то. Почему вы считаете, что вы не можете быть ему нужны? Боитесь поверить, что же вы ему нужны? Или что? Или как? Может быть, может быть, ещё есть в чём-то, ну, в чём-то, в чём-то проблеме. Это нужно очень, ну, это нужно разобрать, как мне кажется. Такая вот история. Вот это то, что я хотел вам сказать. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго удачи. Буду надеяться на ваш отклик. Такие. Всего вам хорошего. Спасибо. Продолжение следует...